По поводу вредителей. На сегодняшний день бич это трипс лука. Многие фермеры думают, что трипса можно уничтожить каким-то чудом препаратом. На самом деле трипс это проблема комплексная. За продолжительность своей работы я заметил несколько вещей, которые влияют на развитие этого вредителя. Первое, что хотелось бы отметить, это сроки посева. Если вы выходите рано с посевом лука, рано выходите в поле, вы успеваете к июлю разогнать лук вот до такого состояния. Плюс, если вы поливаете так как положено, имеете правильно рассчитанную систему орошения, то у вас нет проблем с подсыханием и увяданием лука. Трипс начинает осаждать культуру, которая имеет проблемы с чем-либо. Трипс это то насекомое, которое развивается при высоких температурах. Чем выше температура, тем быстрее, тем больше он начинает плодиться. Когда мы выходим с таким развитием, с нормальным поливом, мы получаем свой микроклимат внутри. Здесь всегда будет ниже на 3-4 градуса температуры. Трипс, мы знаем, питается соком растения, поэтому если сокодвижение остановилось, системные препараты не справляются. Если вы соблюдаете технологию, растение правильно полито, оно правильно удобрено, рано посеяно, вы используете оригинальную группу препаратов, то вы, в принципе, получаете вот такой результат. Компания Сингента на сегодняшний день ожидает регистрацию препарата, выпущенного именно для борьбы с трипсом. Называется он «Лирум». Эффективность препарата, по отзывам испытателей, очень высокая. Это будет достойный препарат, который в линейке с другими препаратами будет очень хорошо бороться с трипсом. Поэтому, если хотите иметь лук здоровый от трипса, начните с технологии полива, посева, удобрений, и это будет 50% вашего успеха. Остальные 50% сделают качественные препараты. Если вдруг полив все-таки подупустили с трипсом, очень рекомендую усилить фунгицидную защиту. Что касается заболеваний, лист у нас здоровый, совершенно здоровый на сегодняшний день. Присутствуют небольшие повреждения гербицидные, до сих пор видно, но это не так страшно. Использовались препараты «Редамил Голд». Две обработки мы проводили. Затем препарат «Ревус» против пероноспороза. Также здесь будет применен препарат «Квадрис». Ни бактериозов, ни каких-либо грибковых заболеваний здесь не наблюдается.